Всем привет! Это видео о моих покупках одежды. И начнем с нового для меня магазина. Это магазин Monki. Первое, что я там купила, это вот такую вот юбку. Она клетчатая и такая-ля школьная юбка. Мне она очень понравилась. Мне кажется, очень мило смотрится. Она хорошо села, хорошего качества, хотя стоила всего, по-моему, 1200. Мне кажется, очень хорошая цена. И я вначале искала такую красную клетчатую юбку, но потом не увидела эту и подумала, что как раз-таки синяя хорошо разбавит мой такой красно-розовый гардероб. И, в общем, да, было принято решение ее обязательно взять. И еще я взяла две вот такие вот футболки. Первая она вот такая вот черная. В принципе, достаточно простая. Единственное, что она немножко укороченная. И у нее здесь есть такое горлышко немножко более высокое, чем обычное. И она, в принципе, может быть, даже неплохо будет смотреться с этой юбкой. Ну, что-нибудь такое, может быть, как-то поярче сюда добавить и будет нормально. Вот, и вторая футболка, она совсем такая обычная, бордовая. Но базовых футболок много не бывает. Тем более, у меня нет такого цвета. В общем, мне кажется, очень мило, приятная такая. И, кстати, вот эта и вот эта у нас одна стоила, по-моему, 100, другая 200 рублей на распродажу. Мне кажется, очень приятные цены. Сделала также небольшой заказ с сайта Choice. Кому важно, я это покупала за свои деньги. Choice мне не предоставляет вещи на обзор. Вот такая вот юбка. Она белая, типа теннисная такая, плессированная. Это что-то вроде как продается в American Apparel, только там она хлопковая. Здесь, конечно, это такая синтетика, но, в принципе, выглядит достойно. Швы все, кстати, прострочены очень аккуратно, и это прям радует. И, в общем, все сделано отлично. Единственное, что пуговицы тут немножко плохо проходят, то есть тут дырка как-то меньше, но это не питает и мелочи. Она коротенькая, кстати, очень такая, но не прям вот критично, что вот прям вот еле-еле-еле прикрывает. Все-таки нормально прикрывает. Но я бы под нее носила какие-нибудь такие именно белые шортики, чтобы все было точно прилично, и я была спокойна. У меня, кстати, размер XS, и на талии она мне отлично подошла. Талия у меня где-то 60 сантиметров, и вот на меня она отлично села. Вот, но единственное, что если бы взяла вылез, была бы подлиннее, но зато в талии хорошо. Короче, вот такая вот юбка, я и очень довольна. Что-то я тут просто начала уже куда-то уходить не в те дебри. Я очень люблю такой аксессуар, как шляпа, и обожаю черную фетровую шляпу, но, к сожалению, моя из Тупшопа осталась такси в Нью-Йорке. Да, я как настоящий нью-йоркец что-то дозабыла в такси, и мне нужно было восполнить, да, эту потерю, потому что я понимала, что я не смогу без этого аксессуара, и нашла на чульс вот такой, она стоила мне 13 долларов, мне кажется, достойная цена. И она вначале, она была так сложенная, просто я думала, как можно вообще в эту посылку поместить шляпу, но можно. Я ее разгладила, то есть только я клала ткань, и потом утюгом, и все прекрасно разгладилось, никаких проблем. Вот таким вот образом все это выглядит. Мне кажется, неплохо, очень стильно, под там черное мое пальто вообще идеально, ну и вообще, не знаю, мне кажется, такая базовая вещь, но те, кто любит головные уборы, кому они идут, вот черная такая шляпа, это просто must-have. Второй головной убор, это такое нечто странное, это тюрбан. Вот, опять черный, но ладно, тюрбан. Он стоил, по-моему, всего доллар на распродаже, именно поэтому я решила его взять. Ну ладно, попробую, че. Вот таким вот образом это выглядит. Ну не знаю, может быть немножко странно, но мне кажется, можно подобрать под него какой-нибудь интересный лук, и будет смотреться очень даже неплохо. Хорошо, когда у тебя грязная голова, вот все точно верняк прикрыт, все хорошо, никуда не улетит. Ну я подумала, что как бы если совсем уж не пойдет, то можно под него делать какие-нибудь пасленные маски, это удобно, вот, не знаю. И швы, кстати, сделаны очень хорошо, все опять-таки грамотно, но единственное, конечно, синтетика. Кто смотрел мой влог, тот, наверное, уже видел вот такой вот худи из Бенетон, она синего цвета, хлопковая, очень приятная, очень качественная. Стоила она мне всего 829 рублей, мне кажется, отличная цена. Для меня такие вещи, это просто мастхэп, у меня всегда должна быть такая вот куртка, потому что, ну не знаю, и в пир, и в мир. Я люблю такой стиль иногда, тогда не стоит заморачиваться, а уж если поехать куда-нибудь за город, там в самолете, чтобы было комфортно, удобно, вот то, что нужно, потому что моя из субшопа, к сожалению, пришла в негодность, и нужно было что-нибудь новенькое, и я вот нашла себе в Бенетон, так что, если вы ищете, вперед в Бенетон. Опять же, если вы смотрели мой влог, то вы уже видели вот такую вот кофту из H&M, мне кажется, она очень милая, она простая, но при этом очень как-то стильно смотрится, и вот я люблю такие вещи, которые простые, стильные, удобные, серого цвета, моего обожаемого серого цвета, у меня есть еще вторая покупка из H&M, тоже серого цвета, даже похожего, я обожаю. Вот, вы знаете, я как-то собирала свой рюкзак в Питер, и я положила такая вещь, и смотрю на них, и думаю, боже, да они все серые, с этим надо что-то делать, но я правда очень люблю, они, во-первых, все эти вещи очень хорошо между собой сочетаются, мне очень нравится этот цвет, и мне не кажется, что он какой-то серый, межинный, неинтересный, наоборот, мне кажется, он очень благородный, стильный, и прям, я вообще люблю черный, серый, вот, ну, в принципе, можно даже посмотреть, по моему покупку, потому что я люблю и черный, и серый, мне кажется, это очень стильные цвета, я опять куда-то ушла не в ту сторону, вот, и кстати, хочу отметить, что это из отдела для мальчиков, то есть для детей, это на рост 1,58-1,64, там есть еще 1,70 даже на размеры побольше, очень удобно, мне по размеру подходит, так что заклятывайте иногда и в детские отделы, там цены пониже, можно также найти какие-нибудь интересные вещи, ну, вот так вот, я думаю, что в отделе для девочек там немножко будет, может быть, похуже, за счет того, что там больше всяких кисточек, собачек и всякого такого, и размеры могут быть поменьше, но вот в отделе для мальчиков точно что-нибудь можно найти, особенно если вы любите вот какие-нибудь такие вот кофты, тостовки, вот такой вот, и я уже вам показала кусочек, это был шарф вот такой вот из H&M, он такой объемный, безумно мягкий, серый, как я люблю, вот, он очень теплый, мне было в нем очень приятно ходить, вы его уже, опять-таки, могли видеть в каких-то моих влогах, на фотографиях в инстаграме, потому что я активно носила в феврале, но, слава богу, его погода уже прошла, ура, и он уже отправляется в ящик, но на самом деле очень мягкий, стоил он мне что-то вроде 200 рублей, что-то такое, так что в H&M иногда очень можно за выгодную цену купить себе шарфы. Плюс у меня новинка также из обуви, это такая вот пара кед от Vans, я обожаю кеды, в том числе и Vans, эти они кожаные, черно-белые, такие достаточно классические, но внутри, сзади у них, кстати, вот такая вот молния, мне кажется, это очень прикольно смотрится, а внутри они леопардовые, да, в общем, такая вот тут есть интересная, также мне нравится, как тут выглядит логотип, да, на этом язычке, очень удобные, классные, стильные, единственное, что это белая подошва, буквально я вышла, дошла до машины, и снова от машины там до двери, от двери до машины, ну, в общем, вот таким вот образом, и они стали тут же серой, в общем, Москва, конечно, не предназначена для белой обуви, я пыталась как-то что-то оттирать тут, это бесполезно, и, к сожалению, идеальную белую подошву, они никогда не будут, и вот, увы, увы, нет, но в остальном, очень удобные, классные, стильные, и, в принципе, вы тоже видели много, по-моему, или немного, в общем, каких-то у меня фотографий, в инстаграме тоже в кедах были, нет, наверное, наверное, немного, я просто в них много хожу, но мало фотографируюсь. Ну, все же, это все мои покупки из одежды, надеюсь, что вам понравилось, вы как-то вдохновились, потому что меня лично подобные видео всегда вдохновляют, я нахожу для себя что-нибудь новое, может быть, придумываю какой-нибудь лук, или нахожу вещь, которую можно купить, какой-то моей другой вещи, которой я не знаю, что с ней делать, в общем, такие видео для меня вдохновение, надеюсь, что для вас тоже, и что это видео вас вдохновило, желаю вам всем хорошего настроения, всем спасибо за внимание, и пока!